Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 августа и я хочу продолжить описание перцев, которые могут вызреть без теплицы в открытом грунте. Вот я снова пришла на эту грядку, на которой мы уже были два раза. Я до этого вам рассказывала про перец винни-пух, который очень низко рутся, 25-30 сантиметров. Видите, они какие маленькие, с букетным расположением завязи, карликовой. Потом рассказывала про перец венти, который тоже ранний, но он чуть повыше. Вот с такими плодами, с красивыми, со светлыми. Показывала, что он весь уже улеплен завязями. И следующий сорт, который я хочу вам показать, это сорт... А, и забыла напомнить, что венти уже чуть повыше, чем винни-пух. И дальше сорт медаль, он еще выше. Вот они идут как по росту. Сначала идет винни-пух, потом венти, потом медаль. И там в конце еще будет перец таежный, он тоже низкий, ну как почти карликовый, он тоже может вызреть. Но вот придя на грядку с перцами, про которую я говорила, здесь у меня нет никаких вредителей, я с ужасом обнаружила, что уховертки дошли и досюда, добрались. Вот я нашла 2 перчинки с дырочками. И открыв этот перец, я теперь уже знаю, как искать. Вот видите, дырка? Открыла этот перец, там двое хвостки. Только что сегодня читала комментарии по поводу, как их истреблять. Пришли комментарии опять с канала Процветок, помогли мне советом. Потом женщина одна, название препарата сказала. Наверное, скорее всего придется мне эту грядку обрабатывать, потому что терять перец на этой грядке я не хочу. Тут очень хорошие, очень такие урожайные массовые посадки. Если сюда доберутся двое хвостки, то они все съедят. Я вот с удивлением обнаруживаю, что здесь тоже начали появляться такие же дырки. Вот они пока только единичные. Они, вероятно, там все съели и перешли сюда, на новую плантацию. Ладно, не буду отвлекаться, я вам расскажу про медаль. Этот перец, он светло-зеленый в начале. Он высокий, написано, что здесь до метра двадцати. Но вот у меня почему-то, я его выращиваю нынче первый раз. Вот она, картинка. Видите, вот зеленый лежит плод, как раз цвет такой же, как у меня. Вот это красный. Они, в принципе, они похожи плоды, форма плодов все похожа. Но почему-то здесь указана высота 120 сантиметров. Но у меня сантиметров 70, он не больше, 50-70. А дальше все так же, как есть ранний спелый, предназначен для выращивания в пленочных, остекленных теплицах. Растение компактное, но почему-то высота 120 сантиметров. Плод крупный, с волнистой поверхностью. Так, окраска в технической спелости светло-зеленая, в биологической красная. 3-4 сантиметра миллиметра толщина стенки и масса плода 50 граммов. Все. Посев на рассаду в конце февраля. Урожайность 4,5 килограмма. Вот этот сорт я посадила, потому что он в описании ранний. Он у меня на испытании. Если перед этим про венти и про венни-пух я говорила, что я его выращиваю с года в год. Но вот этот сорт, я как подозревала, что он может успеть вызреть в открытом грунте. Я вам потом позднее осенью покажу. Вот сейчас показала, какие плоды у него, как он выглядит. Он вот все посадки хорошие, такие свежие. На улице он у меня без укрытия. У нас ночью 10, днем то 16, то 20 всяко. Бывает тепло, бывает холодно. Я его специально не укрываю, чтобы убедиться в том, что он в открытом грунте способен давать урожай. Вот пока три сорта. Два, которые я точно знаю, венни-пух и венти, точно знаю, что его можно садить в открытом грунте. И один медаль, который у нас только на испытании. Показывает себя очень хорошо с хорошей стороны. У них много завязей. Смотрите, вот туда вглубь, посмотрите, все-все-все в перчинках. Очень много завязей. Хорошие такие, красивые. Подойдут везде и для фаршировки, и для заготовки на зиму. Вот, рассказываю вам и смотрю, глаз прям туда тянется. Эти покраснели, маленькие-то мои все. Надо все-все до лысого убирать, все покраснели вообще. От них такая нарядность пейзажа. Смотришь на перец, а глаз тянется туда. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Пока все хорошо растет, все хорошо зреет. Дай бог, дал бы нам, боженька, погоды хорошей, у нас бы все выспело. До свидания.